Вся история развития политического движения в Корее в годы военной оккупации, она фактически сводится к истории развития национально-освободительного движения. После заключения соглашения о протекторате в 1905 году по всей Корее повсеместно возникают отряды справедливости и бен, многие из которых возглавлялись представителями корейской аристократии. И, в общем-то, японский режим был однозначно негативно воспринят корейской общественностью, и в знак протеста устраивались многочисленные акции. Но они были достаточно быстро подавлены. Фактически после утверждения колониального режима аннексии Кореи в августе 1910 года постепенно все акции протеста сходят на нет. Таким образом, японцы непрерывно насаждали идею о прогрессивном значении существующего колониального режима. И вот эта индоктринация имела свои положительные всходы, что обозначилось в возникновении такого направления в истории политической мысли Кореи, как национал-реформизм в 1920-е годы. В истории национального освободительного движения можно выделить несколько этапов. Как я уже сказала, первый этап — это фактически те акции протеста, которые повсеместно возникали после утверждения режима о протекторате. Хотя они были и до этого. Следующий период — это период после первомартовского восстания, когда 1 марта была зачитана в национальном парке декларация о независимости Кореи и повсеместно стали возникать митинги и демонстрации с требованиями освободить Корею и предоставить ей национальную независимость. На волне первомартовского восстания возникло несколько корейских правительств. Они фигурировали под разными названиями, всего их было 5. Одно было создано во Владивостоке, другое — в Шанхае, в Сеуле, в районе Уйджу. Потом в результате предпринятых корейскими националистами усилий несколько правительств объединились в 1921 году. И с этого момента огромную роль в развитии политического движения Кореи стало играть так называемое временное правительство Республики Корея Им Си Чон Бу. Концепция трех принципов равенства Чо Суана легла в основу идеологической платформы Временного правительства, которая сыграла одну из ключевых ролей в истории политического развития Кореи уже после освобождения, так называемый переходный период или эру освобождения. Сама концепция должна была привлечь внимание не только правых, но и умеренных националистов, а также стать неким фундаментом для объединения с левым крылом национально-освободительного движения в конце 1920-х годов. Таким образом, эта идея должна была стать идеологической основой для создания Единого фронта. Среди корейских националистов в 1920-е годы, находившихся на территории Кореи, стала постепенно складываться концепция так называемого национала реформизма или культурного национализма, которая продвигалась к Ким Сун Су, Чен Ам Сон, Лиг Ван Су. То есть представители национала реформизма исходили из идеи о том, что корейцы должны освободиться от своих негативных черт характера. Им требуется время для того, чтобы стать независимой нацией. Таким образом, они выдвигали градуалистский подход к проблеме национального освобождения Кореи. И в этом смысле вступали в противоречие с корейскими националистами, объединившимися вокруг временного правительства Республики Корея. И в том числе они выступали в противоречие с левым крылом национально-освободительного движения. Надо сказать, что среди национал-реформистов, многие из которых в конце периода японской оккупации стали отъявленными коллаборационистами, отъявленными, было и умеренное течение. Представителем этого течения можно назвать Ан Чихона, тоже известного корейского националиста, который после освобождения основал партию, национальную партию Кореи, Кун Мин Дан, и сыграло одну из главных ролей вообще в системе управления даже американской военной администрацией и в политической истории Кореи эпохи освобождения. Так вот, Ан Чихон, он выдвинул свою концепцию. Он считал, что Корея в существующих условиях, она не может быстро достичь национальной независимости, потому что это в принципе нереальный проект. А раз это нереальный проект в существующих условиях, тогда нужно в любом случае что-то предпринимать для того, чтобы каждый раз напоминать о том, что мы нормальная нация, нормальный народ, и мы достойны права на национальную независимость. И с этой целью он активно пропагандировал наследие Тасана, одного из ярчайших представителей учения Щир Хак, и его можно даже назвать одним из первых реформаторов в Корее. также пропагандировал идеи о необходимости изучения национальной истории, наследия лесу-мужчина и так далее, и тому подобное. Таким образом, хотя и подход Ан Чихона, он условно может быть отнесен к национал-реформистскому течению, но нужно при этом понимать, что оно было внутренне тоже разнородным. Так вот, когда Чо Суан предлагает свою концепцию самгюн-джуи, три принципа равенства, как я уже сказала, она должна была, по идее, послужить идеологическим фундаментом для образования разных направлений в корейско-национально-освободительном движении, в том числе среди и правых националистов, которые были достаточно сильно разобщены идеологически, и в то же время они территориально располагались в разных местах. Но, что немаловажно сказать, это, конечно, о левом течении, которое сформировалось под сильным влиянием советской России. Надо сказать, что сама первая социалистическая партия, Корейская социалистическая партия, она возникла на территории Советской России в 1918 году. В Хабаровске была создана социалистическая партия. Потом, в 1919 году в Иркутске было создано Корейское бюро ВКПБ. В 1921 году у нас возникают две партии, фактически, Коммунистическая партия Корея Консандан в Иркутске и Коммунистическая партия Кореи в Шанхае. Они стали называться с приставкой «Иркутская фракция» и «Шанхайская фракция». Коминтер инициировал объединение этих партий в единую, но попытка объединиться провалилась. И в итоге в 1923 году четвертым конгрессом Коминтерна было принято решение распустить партию за отсутствием единого организационного ядра. В 1925 году Коммунистическая партия была воссоздана, но она также раздержалась многочисленными фракционными противоречиями и в итоге в 1928 году уже по решению 6-го конгресса Коминтерна было решено ее фактически распустить. Таким образом мы видим, что у нас в 1920-е годы формируется левое крыло национально-освободительного движения. И такая первая попытка объединить левых и правых она была предпринята в 1927 году, когда было создано общество Синганхве. Но хотя сама идея была очень позитивная и должна была объединить различные группы национально-освободительного движения, но она оказалась неудачной и не без вклада корейских коммунистов, которые под влиянием 6-го конгресса Коминтерна отказались от взаимодействия с корейскими националистами для свержения японского колониального режима. В 1931 году Синганхве самораспустилась. В дальнейшем после 1931 года попытки объединить правое и левое крыло национально-освободительного движения предпринимались на территории Кореи в 1944 году, когда был создан так называемый союз возрождения Конгук Тонмен. После 1931 года попытки объединить правое и левое крыло национально-освободительного движения предпринимались. Так, в 1944 году в Корее был создан союз строения государства Конгук Тонмен. Одну из ведущих рулей, в нем сыграл Йоун Хён. В 1936 году на территории Северного Китая в Маньчжурии было создано общество возрождения Отечества, которое тоже объединило правых националистов и левые группы. Но надо сказать, что несмотря на такие небольшие и малочисленные попытки объединить левое и правое крыло национально-освободительного движения, оно развивалось в розни. И к моменту освобождения Кореи в 1945 году, в августе 1945 года, не существовало единого центра, который объединял бы разные политические группы, и от имени которого бы они могли действовать и добиваться консолидированными усилиями достижения национальной независимости. Это очень важно иметь в виду, когда мы пытаемся понять, почему произошло разделение Кореи, по каким внутриполитическим причинам это случилось. И именно этот фактор фракционности и разобщенности внутри корейского национально-освободительного движения нужно иметь в виду. Субтитры создавал DimaTorzok